В Украине скоро будет новое правительство. В связи с избранием в парламент, многие члены кабинета министров, включая премьера Николая Азарова, подали в отставку. Как украинцы оценивают реформы уходящего правительства? Реформы правительства на данный момент очень сильно подорвали представителей среднего бизнеса. Среди всех моих знакомых происходит сворачивание какой-либо деятельности. Я думаю, что то, что называется реформами, направлено для интересов каких-то определенных кругов, но никак не связано с интересами среднего класса, который мог бы обеспечить Украину стабильностью. Я думаю, что была стабильная политика и уходящее правительство справилось своим заданием. Я пенсионерка, мне только лучше. Добавляют пенсию, льготы не сняли, хотя страшали. Так что украинский язык тоже. Я украинка Слёвской области, русским владею, английским, немецким. Реформы эти ничего не дали. Мы их не ощущаем и не видим. Вот и все. Результат ноль. Вы считаете, это нормально, что сейчас сделали повышение пенсионного возраста в 60 лет? Это ненормально. Почему? Потому что взяли кредит МФ? Пожалуйста. Вы хотели взять кредит? Это ваши проблемы, но не за счет пенсионеров. Я работаю еще, должна кого обеспечивать? Тех, кто олигархи сидят вверху? Я считаю, нет. У меня в холодильнике больше не стало колбасы. И борщ кушаю реже. А работаю больше. Налоги все съедают. Надо прогрессивное налогообложение. К сожалению, правительство Азарова ничего не сделало в этом направлении. Я отношусь к ним нейтрально, но больше с позитивной точки зрения, потому что я считаю, что пенсионный возраст, ну, о пенсионном возрасте. Это хорошо, что его повысили в Европе. Он давно уже начинается с более высокого и старшего. Это нормально. По поводу налогов, то нужно наполнять казну державы. Я думаю, все это делается для богатых людей, которые действительно в достатке. Для простого трудового народа оно ничего не делается. Единственное улучшение, я считаю, что стабильность. Вот как-то держат доллар, не дают ему высоко подниматься. Хотя, с другой стороны, зарплату никто не добавляет. НТД. Киев. Украина.